Приветствую вас. Вообще говоря, чтобы выделить какой-то вектор вашего поведения по отношению к девушке, то сначала, наверное, имеет смысл вообще определить, как вы реагируете на ее такое поведение. То есть, я имею ввиду, как вы его, такое поведение, воспринимаете, и что оно, такое поведение, для вас значит. То есть, например, насколько вам неприятно, если вам неприятно, насколько вас это задевает, если вас это задевает, и так далее. То есть, вот эти все моменты, их нужно как-то вот выявить, на мой взгляд. Понимаете, о чем идет речь. Вот. И только через понимание того, что вы чувствуете и как вы чувствуете, можно прийти к тому, что вам делать конкретно. Ну вот. Конкретно в этой, в этой, например, ситуации, которую вы описываете, допустим. Вот. Это первое. Второе. Судя по вашему описанию, девушка либо боится близости, либо она боится близости, что она пытается вас подчинить чем-то как-то, либо ее цель это психологическая игра и, если она попал за ссылкин сын, вы можете почитать про эту игру в интернете. Она там есть. Вот. И, соответственно, если она действительно играет в эту игру, то с этим действительно ничего не поделать, потому что она, скорее всего, не изменится. Вот. Потому что человек, который играет в такую психологическую игру, но у него есть некоторые определенные проблемы. Проблемы психологического характера. Вот. В случае, если девушка просто боится сближения или, как вот мне видится, испытывает некую такую болезненную попременность во внимании, то я думаю, что не подкрепление ее поведения, именно не подкрепление ее поведения, то есть не предоставление ей реакции на такое ее поведение, не предоставление ей ответа на такое поведение, а будет лучшим решением, потому что если вы, ну, как-то вот реагируете, допустим, негативно, да, на вот то, что она делает, к примеру, вот, то она, скорее всего, будет делать так дальше, скорее всего. Вот. Это, к сожалению, это вот практически, значит, сто процентов, практически сто процентов такая вот ситуация будет, ну, будет реально. Вот. И, значит, что вам делать, в этом случае, на мой взгляд, уже только вы можете решить, потому что, ну, совершенно очевидно, что у девочки есть некие свои проблемы, да, и она эти проблемы, грубо говоря, пытается перевесить на вас, вот. Ну, вопрос заключается в том, опять же, да, как вы на это все реагируете? Вот. Вот. То есть, вот, именно, ну, всего, всего вы хотите. И может ли это вам дать девочка? Собственно, а, я думаю, что, именно, такой ответ вам можно дать. Вот. 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 Ну, вот, в принципе, Евгений, а, что я мог бы вам сказать. Значит, эээ, вы пишите, что, я понимаю, что это, в частности, шутка, скорее всего, нет, это не шутка. А, к сожалению, эээ, вот, к сожалению, это не шутка, к сожалению, это, эээ, ну, ее действительно это волнует, ее действительно это подпокоит. Вот. Так что, я не думаю, что это, прям, вот, именно, эээ, шутка. Вот. А, но, тем не менее, вы пишите, что не знаете, эээ, как, надо же, реагировать на это. Опять же, вопрос, да, эээ, как реагировать, чтобы, чтобы, чтобы что? Вот. Понимаете? То есть, как, какой результат вы хотите получить в этой, ну, ситуации. вот. Вот. Ну, это. То есть, если вы хотите, ээээ, наладить с ней отношения, то, ну, нужно подстраиваться под нее и, эээ, значит, не пытаться, эээ, ее там, допустим, переделать, да, не пытаться, не пытаться ее менять. К примеру. К примеру. К примеру. Ого. А если вас это задевает, эээ, как-то, если ее, ну, поведение вас задевает как-то, то с этим тоже, тоже желательно работать. То есть, желательно смотреть, эээ, как, что и почему вас задевает конкретно. Вот. И дальше уже, эээ, смотреть, подальше уже смотреть, можно, вот, что делать, ну, кон, кон, ну, конкретно, что делать, да. Вот. Вот. Примерно. Такая история. Я думаю. Такой, примерно, момент, эээ, можно вам ощутить. Вот. На этом все. Эээ, я надеюсь, что помог вам. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, эээ, в качестве лучшего. Эээ, я желаю вам, эээ, всего самого доброго, и я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Постальше. Постальше. Постальше.